Всем привет! Сегодня я буду вот этого мальчика, тренера и штангиста, который гири поднимает, разукрашивать разными цветами. А вы смотрите и напишите потом в комментариях, красиво у меня получилось. Понравилось ли вам или нет? Но сначала не забываю подписываться на мой канал, чтобы не пропускать мои новые видео. Следующее видео, если вы наберете, я наберу 50 подписчиков, вы на меня подпишитесь, я сниму видео по рисованию. Подписывайтесь, чтобы я знала, хотите вы, чтобы я сняла видео по рисованию или нет. Если хотите, значит я буду снимать. А если вы не будете подписываться, значит я буду знать, что вам это не интересно. Что на мальчике одет? Сейчас посмотрим. На нем одеты вот такие вот шорты. Первым делом я раскрашу эти шорты голубым цветом. Как у всех пальчиков, у многих они носят шорты голубые. Так что у меня Бот тоже в голубых шортах. Ребята, сегодня у нас на улице погода стоит минус 7 градусов где-то и метель, снег идет. Пишите в комментариях, какая у вас стоит на улице погода. Такие вот ботинки у него, как кроссовки. Подошву я сделаю ему оранжевого цвета. А сами ботинки у меня будут фиолетовые. Такого вот фиолетового цвета. Носки мы ему сделаем желтые. Сейчас я ему расскажу. Носки желтого цвета. Сейчас я буду разукрашивать вот этого атлета. Ему я нарисую шорты зеленые. Пусть у него будут зеленого цвета шорты. О гире. Вы сами знаете, какого цвета бывают гири. Обычно гири бывают черного цвета. Но есть еще маленькие гантели. Они бывают разноцветных всяких цветов. У меня, например, была гантелья. Гиря больше, наверное, похожа. Такого вот цвета, синего. Здесь бот синяя. А там будет другого цвета. Здесь тоже бот синий. Здесь мы сделаем их голубого цвета. Чтоб они у нас чуть-чуть отличались. Какие будут голубого цвета. Пишите в комментариях, что вы любите рисовать. Какие вы рисунки рисуете. Любите ли вы разукрашивать. Интересно ли вам это? Сейчас мы ему докрасим голубого цвета. Такие вот штанги. Ботинки мы ему покрасим вот это вот. Здесь вот розового цвета. Шнурки сделаем желтые. Такие вот у нас будут желтые шнурки. А вот эти будут у нас красненькие. Такие у нас получились ботинки. Носки мы ему сделаем фиолетовые. Такие вот фиолетовые носки получились. Давайте мы теперь покрасим волосы. Волосы мы будем сделаем желтые. Пусть он у нас будет блондин. Со светлыми волосами. Такие вот. И кофту теперь осталось нам раскрасить. Кофта будет у нас ярко. Светло-розового цвета. Вот такая вот. Такого вот цвета будет у нас кофта. А вы запомнили цвета, все которыми мы раскрашивали? Сейчас я уже раскрасила почти. Сейчас я буду докрашивать мальчика. Кофту. Долгу я ему раскрашу красного цвета. Чтобы она у него была яркая. Красивая. Мне нравится красный цвет. Так же мне нравится желтый цвет. Мне вообще очень много цветов нравится. Так что у меня нет одного такого любимого цвета. Мне нравится очень много цветов всяких. Свисток у нас будет фиолетовый. А воротник мы сделаем розовый такой. Чуть-чуть отличается. Доску для написания мы сделаем желтую. Вот такая вот будет желтая. Где он будет записывать. Пишите, понравилось, как я вам разукрасила их. Как они получились. Должен дальше с вами играть. Здесь мы должны будем с вами сейчас. Я вам покажу различные приметы для занятия различным видом спорта. Вот это вот, например, кольцо. Для чего оно нужно? Кольцо это нужно, чтобы собрать вот сюда. Такой вот баскетбольный мячик. Для игры в баскетбол. Дальше. Такие вот кольца. Они спорта занимаются гимнастикой. Что мы дальше видим? Вот такой вот стол. Это теннисный стол. На нем занимаются с теннисом. Могут играть два человека. Также могут играть четыре человека. Такие вот брусья. Также для занятия гимнастика. Шлем. Это все для фехтования. Те спортсмены, которые занимаются фехтованием. Дальше переходим. Что мы видим? Козел. Его так называют. Через него прыгают спортсмены. Также многие прыгали через него в школе. Для занятия гимнастикой. Кантели. Вот тут же занятия тяжелой атлетикой. Такое вот ядро. Его сплетают спортсмены в легкой атлетике. Мячик. Футбольный. Для занятия футболом. Дальше идем. Лук. Стрела. Для занятий стрельбой звука. Что у нас там дальше? Вот такая вот груша. Вы думаете, что это груша? Нет. Не чтобы кушать. А чтобы заниматься ей боксом. Такая вот штанга. На ней вот такие блины висят. Блины не чтобы кушать. На штангу вот такие вот блины висят. Они разного веса. Бывают пять километров. Десять, пятнадцать. И спортсмены погибают. Из легкой... Ой. Из тяжелой атлетики занимаются. И что у нас тут осталось? Такая вот лестница. Также у многих в школе есть такая лестница. Такой вот турник. На нем можно подтягиваться. Также делать пресс. Также это подходит для занятий гимнастикой. Скакалка на ней. Прыгают. Скакалка используется во многих видах спорта. Вот такой вот канат. По нему лазают. У вас в школе у многих также есть, наверное, канат, по которому вы залезаете. Вот такой вот дротик. Занимается дартсом. Метает дротики. И остался у нас вот такой вот барьер. Как вы думаете, где этот барьер используется? В каком виде спорта? Через такие барьеры спортсмены прыгают в легкой атлетике. То есть те, кто занимается легкой атлетикой. Вот такие предметы из разных вида спорта я вам показала. Ребята, если вам понравилось видео, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok